Вятские старости В последнем номере Вятской речи опубликованы новости из зала суда. Крестьянин Шихов за приставанием в нетрезвом виде вечером на улице, с неуместными вопросами к проходившему солдату и попытку остановить его, приговорен к аресту на два дня. Приказчица ресторана Александрия, госпожа Огородникова, и приказчица ресторана Петербург, госпожа Шмидт, за открытие ресторанов на 15-20 минут раньше двух часов дня, приговорены к штрафу на 15 рублей или аресту на три дня каждая. Приказчица пивной лавки Груздева за торговлю пивом вечером из своей квартиры к штрафу 20 рублей или к семи дням ареста. В последнем номере голоса Вятки сто лет назад на пятой странице средь объявлений различного содержания рассказывается о том, что в контрольной палате по случаю столетия учреждения государственного контроля был совершен благодарственный молебен. После молебна управляющий контрольной палаты Старапинский поздравил всех своих сослуживцев. Затем был зачитан текст телеграммы государю-императору с выражением верноподданических чувств. В заключении всем присутствующим был предложен чай. Сто лет назад в Вятке регулярно проходили различные спортивные соревнования. Их расписания публиковались на страницах газет. В свежем номере Вятской речи журналисты доносят до сведений читателей, что в грядущее воскресенье в 11 часов дня при охотничьем домике общества северных охотников назначена призовая стрельба по тарелочкам и лыжная прогулка. Пвятские старости. Новости из прошлых столетий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова